всем привет на связи федор васильев мы продолжаем сами изучать кмс wordpress урок номер 4 и так в админке нашего сайта сейчас я нахожусь и давайте поговорим о глобальных настройках wordpress и начнем с консоль главное то есть по мере изучения wordpress вы потихоньку будете разбираться во всех вот этих вот сейчас ссылочка которого видите да вот эти все элементы но хочу сказать по поводу настройки этой консоли здесь есть вот такая кнопка вы можете выбрать что отображать на этой странице админской части в консоли да вот например вот этот блок добро пожаловать с кнопкой большой такой настроить свой сайт и другими ссылками мы можем просто закрыть или включить его обратно да если это потребуется ну или же здесь мы можем отключить вообще все если нам здесь это все мешает вот таким вот образом но я в принципе включу то есть активность недавно опубликованные это ваши посты ну то есть если вам это нужно оставляете я обычно оставлял вот это вот записи да это не посты а записи сколько комментариев когда люди будут комментировать страницы сколько всего создано новости мероприятий wordpress абсолютно как бы не интересно здесь мне это обычно вот вот так вот обычно я у себя настраивал все больше мне ничего здесь не нужно выводить ну и давайте глобальные настройки wordpress вот здесь у нас есть слева в самом низу настройки кликаем сюда и здесь настройки разбиты по рубрикам давайте начнем с общих название сайта но это тайтл вашего сайта да о чем ваш сайт несколько слов здесь можно записать не больше семидесяти знаков включая пробел то есть этот тайтл краткое описание но description это будем считать здесь описание вашего сайта адрес в принципе мы не меняем дальше адрес e-mail который мы указывали при регистрации при создании сайта до членство любой может зарегистрироваться если любое ставим галочку то есть если у вас будет регистрация на вашем блоге роль нового пользователя подписчик участник автор редакторы то здесь можно даже выбрать уровни то есть редактор по сути это человек который будет публиковать статьи вместе с вами ваш помощник да ну мы роль нового пользователя сюда подписчик но язык мы не трогаем вот часовой пояс принципе можете выбрать как у вас это часовой пояс по моему это москва у меня ульяновска у меня другой часовой пояс у меня youtube c плюс 4 то есть сейчас время мне действительно такое 903 формат даты ну выбирайте такой какой вам нравится больше формат времени также можно поменять ну тут до безобразия вообще ужасная настройка первый день недели как бы зачем его менять все на общих до нажимаем сохранить изменения настройки сохранены переходим с вами написание основная рубрика без рубрики основной то есть у нас пока рубрики нету потом мы в любой момент можем сюда вернуться да и прописать внести какие-то изменения основной формат записи стандартная заметка чат опять же это будете лучше понимать когда уже более глубоко изучим wordpress пока ничего не трогаем публикация через email я не пробовал поэтому я этот шаг пропускаю сервис обновлений пока мы тоже не трогаем и не вникаем в это переходим чтение суда мы тоже скорее все будем обращаться по мере создания сайта блога здесь ваш последние записи статическую страницу пока это мне трудно объяснить пока я вам не создам эти страницы не покажу пока тоже здесь оставляем без изменений на странице блога отображать не более десяти записей 10 статей также в любой момент для себя вы это измените раз я вообще не любитель этого не использую поэтому я сюда даже не смотрю для каждой статьи в раз лент отображения но знаю только что анонс нужно выводить также выставляем видимость для поисковых систем ну вот тоже знаете а будьте осторожны с этим нам ни в коем случае не нужно это ставить если у нас не какой-то там скрытый сайт от поисковых машин попросить поисковые системы не индексировать сайт но это нужно только в тех случаях если вы не хотите чтобы ваш сайт вообще вылазил через интернет чтобы вы люди находили через интернет какой-то частный такой сомнительный сайт с темными делишками я так это представляю да а так большинстве случаев это вредная фишка потому что всем сайтом наоборот нужно как бы быть видимым в интернете быть в топе яндекса и гугла и чтобы побольше людей там заходил и так далее поэтому вот будьте аккуратнее не поставьте здесь галочку сохраняем изменения дальше нас идет опция обсуждения переходим ну здесь опять же произвольные настройки настройки для статьи по умолчанию пытаться оповестить блоге упоминания в статьях разрешить можно оставлять принципе галочки да разрешить оповещение с других блогов то есть уже по мере ведения блога своего вы уже будет будете более тонко понимать эти опции просто вернете сюда и выставите так как вам это нужно потому что здесь абсолютно произвольные настройки для каждого индивидуальные другие настройки комментариев автор комментариев должен указать имя и mail то есть вот здесь мы оставляем это при добавлении комментариев под ваши посты да дабы вот прессе что мне нравится уже есть своя форма комментариев да если сравнивать с думой там комментариев просто нет нужно обязательно искать что-то сторонние я считаю что комментарии в движке должны идти по умолчанию во всех они нужны что даже если это не блок кому не надо отключать просто комментарии все вот в джумле такого нет здесь опять же от произвольной настройки до пользователь должен быть зарегистрирован и авторизован для комментариев то есть решайте сами автоматически закрывать обсуждение статей старше то есть я не хочу вообще закрывать поэтому тут на ваше опять же усмотрение разрешить древовидные вложения комментариев там ну оставляем галочку разбивать комментарии верхний уровень нас на странице по 50 но тоже не знаю ставьте не ставьте галочку для вас тут уже сами смотрите последняя страница первая страница до сверху каждой страницы должны располагаться ранние комментарии или позднее то есть опять же надо смотреть если вы это не понимаете что были комментарии здесь уже более тонко настроить отправлять мне письмо когда кто-нибудь оставил комментарий комментария ожидает проверки ну конечно включены то есть ведь изначально тут уже стоять у как надо конечно нас надо оповестить чтобы мы могли вести беседу с нашими читателями отвечать на их не комментарии одобрять комментарий вовремя все это надо делать поэтому здесь все стоит как надо перед появлением комментариев до следующей опция комментария должен быть одобрен вручную поставьте галочку чтобы вы вручную эту одобрали автор должен иметь ранее одобренные комментарии ну ранее если его вы одобрировали этого пользователя значит система будет считать что это не какой-то спаммер и комментарии по идее должны этого человека следующий его комментарии автоматически быть одобрены вот вроде это должно так работать ну далее уже идет тонкая настройка от спамеров здесь из описания все понятно если ссылки вставляет если он содержит более двух ссылок можно управлять сколько ссылок характерная особенность спама большое число ссылок но опять же здесь на ваше усмотрение как вы считаете это спамом не спамом сколько ссылок должно быть также ниже поле можно вести такие стоп слова да если комментарий содержит какие-либо из этих слов в своем тексте то помещать его в очередь на модерацию да потом черный список также дальше аватары отображать аватар показывать аватар максимальный рейтинг также читаем выставляем то что вам больше подходит аватар по умолчанию это просто если аватарки нет какой будет подставляться аватар у пользователя в комментариях то есть логотип гаватара посмотреть если выбираем то человек оставивший комментарий и привязаны к этому комментарий мл если у человека к этому мл привязан сервис гаватар где он загрузил свою аватарку тогда в его комментарии будет показываться его аватарка ну как правило люди вставляют туда свое лицо вот я поставил логотип гаватар нажимаем сохранить изменения дальше у нас идет медиафайлы в принципе можете здесь тоже не настраивать пока ничего оставить как есть у нас еще остается постоянной ссылки вот одна из самых важных опций в плане чипу до человека понятных урлов и что здесь нужно учитывать ребят смотрите а во первых мы с вами выбираем 10 произвольно ставим точку вот потом из адресные строки то есть опять же сейчас наверное тяжело вам будет понять нам нужно на создавать тут страниц постов и посмотреть в адресную строку как это выглядит пока тренируемся конечно мы можем здесь экспериментировать но когда мы с вами позже создадим страницы рубрики записи и мы понаблюдаем с вами как ведет себя адресная строка и уже сюда вернемся настроим более правильно и пока тестируем мы можем здесь играться с настройками но как только блок у нас будет готов это на будущее вам совет и будет размещен в интернете для людей и будет блок добавлен в поисковую систему яндекс и google и начнет индексироваться там то нам здесь после этого всего меня здесь ни в коем случае нельзя будет не вот это менять и сохранять или тут что-то опять менять потому что у нас уже будет сформировано чипу вот эти ссылки человека понятный урл да и это может плохо сказаться на выдаче у нас могут просесть позиции в поисковых системах если мы здесь что-то изменим или начнут появляться кин 404 ошибки страница не найдено когда мы здесь все поменяем да я ну что придется переиндексировать ваши новые вот эти урлы и от этого обычно проседает сайт поисковиках поэтому здесь нужно быть аккуратным когда сайт мы запустим да но сейчас мы можем экспериментировать вот написано здесь год и вот здесь вот видите есть такие кнопочки для пользы если мы или кликнем на год то у нас она из адресной строки уберется нам не нужно подставлять по идее эту информацию в урл но если вам нужно то оставляйте или мы можем другие поставить кликнув по кнопкам там постойди или еще что-то там да и день поставить да кто-то хор это часы то есть я бы как на своем блоге сделал я бы вот еще вот по этой кнопке кликнул и оставил бы только постный мы сюда с вами еще вернемся пока оставляем вот так как есть нажимаем сохранить изменения вот они в принципе глобальные настройки сама wordpress но это еще не все у нас тут еще есть плагины будем знакомиться внешний вид это темы у нас также настроить это у нас команд кастомайзер тоже будем изучать виджеты есть понятие меню заголовки редактора комментарии то есть как работать с комментариями как создавать страницы работать с медиафайлами работа с записями да не так ты много всего но и это все у нас только базовая ребята это мы с вами еще пройдем на этом данный урок и заканчу надеюсь он для вас был интересным и полезным и увидимся с вами следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в.п. значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указано под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в.п. в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирована у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручивайте страницу самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видеокурсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к м с 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь